За этот год отношения между Молдовой и Приднестровьем не стали лучше. Скорее наоборот. Поезда не пошли, как это было раньше, телефонная связь не восстановлена. Из Тирасполя в Кишинев можно позвонить только через спутник, как в Америку. Ну а в последнее время в Молдове участились факты изъятия украинских и российских паспортов у граждан Приднестровья. В Кишиневе аргументируют эти меры отсутствием вида нажительства. В ответ на эти действия Тирасполь предупредил, что намерен ввести визовый режим для граждан Молдовы. Вы знаете, настораживаются некоторые моменты, о которых я не могу не сказать. Ну, во-первых, какие-то действия по изъятию российских и украинских паспортов на территории Молдовы. Я просто прошу вас предупредить, что я введу тогда визовый режим для граждан Молдовы. Это дикость, это глупость. А ведь были в этом году и подвижки в процессе урегулирования. Весной проходили встречи экспертных групп Молдовы и Приднестровья. Правда, ни одну из поставленных проблем решить не удалось. В первую очередь, это вопросы, которые касаются свободы передвижения людей, свободы передвижения грузов, свободы функционирования приднестровской экономики. Поскольку мы видим, что те вопросы, которые возникли еще достаточно давно, включая налогообложение приднестровских предприятий, взимание тех или иных пошлин, сборов с них, они никоим образом не исчезли. В марте вообще состоялось, пожалуй, самое главное событие этого года. В Москве прошла встреча трех президентов. Впервые за несколько лет главы Приднестровья, России и Молдовы сели за один стол, подписали совместное заявление. Стороны продолжат прямые контакты в целях активизации переговорного процесса. Стороны активизируют работу экспертных групп по выработке мер доверия. Далее стороны отметили стабилизирующую роль нынешней миротворческой операции в Приднестровье. И договорились, что было бы целесообразно по итогам урегулирования трансформировать ее в многогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ. Проведение этой встречи добивался бывший президент Молдовы Владимир Воронин. Лидер коммунистов понимал, что шансов остаться у власти не так уж много. Тогда в преддверии парламентских выборов он старался получить как можно больше бонусов. В встрече 18 марта в Москве вот такой жест господина Воронина, уже уходящего президента, был очевидно направлен на связан с избирательной кампанией. Ему необходимо было проявить или, скажем так, дать почувствовать собственным избирателям, что Москва, Россия поддерживают Воронину и коммунистическую партию. Как только Владимир Воронин вернулся в Кишинев после трехсторонней встречи, сразу были нарушены два пункта совместного заявления. Во-первых, молдавские политики выступили за вывод российских войск из Приднестровья. Во-вторых, Воронин отказался от встречи с президентом Игорем Смирновым. Как сказал господин Воронин, он отказывается от встречи, поскольку президент Смирнов не реализовывал те соглашения, которые ранее были достигнуты между ним, президентом России Медведевым и, собственно говоря, и господином Смирновым. То есть, фактически он дезавуировал результаты той встречи. Это все равно, что когда после неподписания меморандума Козака Совет Европы обвинил в срыве договоренностей президента Смирнова, на этом основании ввел санкции против высших руководителей. А потом в процессе урегулирования наступила долгая пауза. Причина – парламентские выборы в Молдове 5 апреля. Избирательная кампания была самая грязная за всю историю страны, говорили политологи. Коммунисты активно использовали административный ресурс. Тогда они одержали победу. С такими результатами выборов в Кишиневе не согласились. Против выступила молодежь. Уже 7 апреля у молдавской столицы собираются тысячи человек на митинги. В основном студенты и школьники. Начинают громить парламент и администрацию президента. «Эти здания есть в Бухаресте. Нам они не нужны», – кричали митингующие. После над символами власти подрузили флаги Румынии и Европейского Союза. Но ни новая, ни старая власть не дали ответа собственному обществу, в первую очередь, что же послужило причиной таких варварских действий. Что легло в основу, кто руководил этим процессом. С другой стороны, если посмотреть на действия основных игроков, основных участников, то каждый старался извлечь максимальную выгоду из этого события. Либеральные демократы и, скажем так, бывшая оппозиция, новая нынешняя власть очень активно использовали это в качестве примера неадекватности коммунистической власти, в качестве примера общественного негодования. В свою очередь, ПКРМ и, скажем так, коммунистическая власть, на тот момент действовавшая, использовала это в качестве лозунга против оппозиции, ее неадекватности, ее агрессивности и даже антигосударственных действий. Потом Владимир Воронин скажет, что в румынских настроениях в обществе виновна Приднестровье. Если бы не территориальная проблема, у нас бы не было этих доморощенных руменят, сказал тогда глава Молдовы. Высказывания, как обычно, они в полной мере отражают позицию молдавского руководства о том, что лучше изобразить какую-то деятельность, чем работать на самом деле. Традиционные слова, высказывания необходимости возвращения к формату 5 плюс 2, это не более чем дань уважения нашим западным партнерам, которые тоже предпочитают не замечать внутреннюю ситуацию в республике Молдова и пытаются сделать вид, что ничего, собственно, не произошло. В Москве на эти события отреагировали оперативно. Как только Молдова потеряет свою государственность, Приднестровье автоматически получает возможность самоопределения, заявили в МИДе России. Летом в Тирасполе побывал депутат Государственной Думы Константин Косачев. В сложившихся условиях главное это не допустить здесь повторения осетинской трагедии, заявил российский политик. Видели, что произошло в Южной Осетии, когда режим Саакашвили попытался заменить политический процесс военным и тем самым окончательно разрушил любые перспективы восстановления территориальной целостности Грузии. Я уверен в том, что у властей Молдавии, у их партнеров на Западе хватит здравого смысла, чтобы из этого крайне негативного грузинского опыта сделать дополнительные выводы и остаться в рамках политического процесса. Я так понимаю, что Тирасполе к тому, чтобы в этом процессе участвовать готов. Окончательная форма будущего урегулирования будет зависеть от решения народов Молдовы и Приднестровья, отметил Константин Косачев. Позиция России в этом вопросе не поменяется. Москва будет и далее активно содействовать к Приднестровскому процессу, подчеркнул российский политик. Кремль будет носить решающий вклад в то, чтобы этот процесс не останавливался. Благодарны России за физическую безопасность, как я всегда выражаюсь. Это так и есть, тем более с учетом меняющихся геополитических реалий во всем мире. И пусть мы не мироустроители, но мы четко выдерживаем то, что сказал наш народ на референу 2006 года. Тем временем в Молдове проваливаются две попытки избрать президента страны. Коммунистам не хватало всего одного голоса, чтобы гречаная стала главой государства. По конституции Воронин распускает парламент. Назначается новая дата выборов в законодательный орган на 29 июля. По результатам большинство в парламенте получают оппозиционные коммунистам политические партии. Они объединяются в альянс за европейскую интеграцию. Спикером парламента выбирают Михаил Гимпу, премьер-министром Влада Филата. Свою деятельность они начали с требований к России о выводе войск из Приднестровья. При этом не оглядывались на подписанное в Москве заявление. Есть желание наших граждан. Это есть государство, которое сама решает допустить, не допустить иностранные войска на своей территории. Тем более, что этот вопрос не раз обсуждался и в Совете Европы, и в Истамбуле, и у нас, и закон принятый по конституции всех партий в 2005 году. Я не думаю, что эти требования должны быть воспроизведены с каждым изменением власти в Республике Молдова. Это обязанности, во-первых, Российской Федерации. Они признали суверенитет, независимость Республики Молдова. Обязались, когда принято было решение саммита ОСАЧЕ, ОБСЕ, извините, в Истамбуле в 1999 году. Нужно просто выполнить все нормы закона и все договоренности, которые были достигнуты ранее. В Тирасполе задавали встречный вопрос. А кто будет выполнять подписанное заявление трех президентов весной этого года в Москве? С ответом выступил вице-премьер Молдовы, отвечающий за реинтеграцию страны Виктор Осипов. Это новый человек в процессе преднестровского регулирования, который говорит про московское заявление, как про условный документ, не требующий обязательного исполнения. Президентами там были господин Медведев и Воронин. В остальном все достаточно условно. Но лидеры, во всяком случае, подписали совместное заявление, которое содержит очень много интересных идей. Там нет ни инструментов решения, ни там объявлена тема. Достаточно конкретной формулировки, но и статус, и формулировка не являются указаниями к действию, и тем более не содержат инструментов для реализации. Все лето преднестровская сторона настаивала на работе в процессе урегулирования. Через миссию ОБСЕ Тирасполь предложил возобновить работу экспертных групп. Также на этом фоне в Вене прошли неофициальные консультации в формате 5 плюс 2. Только никаких результатов это не принесло. В Молдове политический кризис, а все министры только исполняли свои обязанности. Для нас очень важно, чтобы обе стороны говорили друг с другом. Мы со своей стороны, группа 3 плюс 2, будем оказывать всяческое содействие для решения практических вопросов. Я вас заверяю в том, что мы будем продолжать свои усилия. И в конце своего председательства греческое руководство ОБСЕ уделяет первостепенное значение поднестровскому регулированию. Этот дипломат из Афин дважды посещал Тирасполь. Дело в том, что весь год в миссию ОБСЕ председательствовала Греция. Организация проводила активную работу. За год проведено три неофициальных встречи в формате 5 плюс 2. Одна из них впервые за несколько лет прошла в Тирасполе. Только участники еще раз говорили о том, что до полноценного переговорного процесса далеко. Говорить о том, что формат начал работать, наверное, было бы преждевременно. Начинаются контакты, в которых участвуют представители тех посредников и наблюдателей, которые привлечены сторонами к содействию выстраивания конструктивного диалога между ними. Я так понимаю, что настрой начинать обсуждать и решать сначала, может быть, не какие-то крупные и большие принципиальные проблемы. Но, по крайней мере, делать, пускай и маленькие шаги, но в нужном направлении. В те же дни впервые состоялся семинар сотрудников правоохранительных органов Молдовы и Приднестровья. Данные мероприятия отвечают интересам населения. Официальный Тирасполь «Что тогда, что сегодня» приветствует возобновление любых контактов и переговоров. Позиция Молдовы тоже ясна. Только унитарное построение государства. Приднестровью гарантируют статус автономии. Это никогда не устраивало и не устраивает жителей республики. Есть пример признания Абхазии и Южной Осетии. Приднестровье каждый год своего существования доказывает, что готово к признанию. Это подтверждают и российские эксперты. Я думаю, что Приднестровье может быть более независимым, чем, предположим, та же самая Украина. Другое дело, что нет признания международных институтов. Здесь Россия любит, поэтому вы можете рассчитывать на поддержку России. А вот какие там будут форматы взаимоотношения с Молдавией, так сказать, с Россией, как будет революция, зависит во многом от обстоятельств. У Приднестровья появляется шанс получить политическое признание Москвы. Москва и Российская Федерация обладают достаточным стратегическим, геополитическим и экономическим потенциалом, чтобы гарантировать полноценную политическую независимость государству, такому государству, как Приднестровье. Остается надеяться только на гарантов в Россию и Украину. Последняя также поддерживает позицию Молдовы. Об этом на встрече в Террасполе заявила секретарь Совета безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева. Мы считаем и признаем территориальную целостность Республики Молдова. Мы считаем, что необходимо соблюдать и уважать права человека. Мы понимаем, что необходимо обязательно решить вопросы, которые есть в Приднестровье. Возможно рассмотреть вопрос особого статуса Приднестровья. Такая наша официальная позиция. И мы ее готовы с нашей стороны укреплять, помогать, находить взаимодействие между Кишиневым и Террасполем. Тогда осенью Богатырева на берега Днестра привезла еще одну головную боль. Сейчас это называют процессом демаркации мода украинской границы. Чтобы лишить Москву влияния на Приднестровье, Киев пошел на хитрость. 28 декабря президент Виктор Ющенко вместе с ФРИУ президента Молдовы Михаим Гимпу забьют первый пограничный столб на левом берегу Днестра. С него начнется демаркация Приднестровского участка границы, которая будет проходить под мониторингом экспертов Евросоюза. Сейчас, мне кажется, тоже по факту хотят заставить, втиснуть Приднестровье в Республику Молдовы вот этой политикой, вот этой практикой демаркации границ. Ведь понятно, что на территорию Приднестровья молдавских пограничников не допустят. Поэтому, скорее всего, если эта демаркация будет проходить, надо будет ходить со стороны Республики Украина. Как в свое время стояли молдавские пограничники, молдавские таможенники на украинской территории, проверяли людей и товары, которые шли в сторону Приднестровья. То есть, я думаю, это опять-таки такая линия захвата по факту территории Приднестровья. Изолирование территории Приднестровья от всего окружающего мира. Ситуацию хорошо понимают в Кишиневе и в Киеве. И поэтому в обеих столицах решили договориться совместными усилиями, снизить влияние Москвы в регионе. При этом Молдова и Украина руководствуются разными мотивами. Новым властям Молдовы просто необходимо побыстрее решить Приднестровскую проблему, так как без этого невозможна интеграция страны в Евросоюз. В Кишиневе уверены, что у республики есть реальный шанс проскочить в ЕС вместе со странами Северных Балкан. Скорее всего, БСС будет инициировать в максимально быстром темпе, в максимально быстром режиме процесс объединения. Как происходил процесс объединения двух германских государств, вот сейчас, скорее всего, будет проходить процесс объединения двух румынских государств. Собственно, Румыния и, как они считают, румынское государство Республики Молдова. Если при таком развитии Приднестровье окажется свободным, поскольку все договоренности и даже закон об автономном статусе предусматривает, что в случае изменения статуса Республики Молдова Приднестровье имеет право на самоопределение. И имеет право либо присоединяться к России, либо к Украине, либо остаться самостоятельным государством. И при таком развитии ситуации Россия навечно остается в этом регионе. И западные страны, западные государственные деятели не смогут решить своих задач по, скажем так, политической изоляции или создании санитарного кордона вокруг России. Поэтому они крайне заинтересованы тем, чтобы Молдову вместе с Приднестровьем втиснуть в Румынию, а потом уже стать членом Евросоюза. А тем временем президент Игорь Смирнов призывает Москву нарастить группировку своих войск в Приднестровье. Молдавские власти сегодня изымают российские паспорта. Такими поступками Кишинев ущемляет права граждан России, считает Игорь Смирнов. Если подобные действия будут продолжены, Россия может усилить военное присутствие в Приднестровье. У Москвы есть такое право, которое президенту России делегировал парламент. Направлять российские войска за рубеж, если того требуют национальные интересы. Защищать права граждан России, где бы они ни находились, это один из приоритетов нынешней власти в Кремле. Действительно, наша армия изменилась. Я хотел бы согласиться с вами, что ситуация там уже не такая, как была, скажем, 10 лет назад. Российская армия показала, на что она способна, что бы там ни говорили. В том числе и при отстаивании коренных интересов нашей страны и защите наших граждан. В том числе и в Южной Осетии. Пока вести переговоры в Молдове не с кем. Там не избран президент. Парламентские выборы снова пройдут летом или осенью следующего года. Террасполи уверены, неважно, кто придет к власти в Кишиневе. Президент Игорь Смирнов еще раз заявил, что Приднестровье будет четко выполнять решение, принятое на референдуме 2006 года. А это независимое государство и последующее сближение с Россией. Чего бы это ни стоило. Александр Логутин, Проект Наблюдатель.